Столичные туристы теперь прибывают в главный город Горного Алтая пять раз в неделю. Поток постоянный. Многие открывают для себя Алтай и горный, и наш из-за закрытых заграничных курортов. Самолеты практически полные. Уже запланировано, что летать они будут до конца октября. Сейчас популярное направление, и тут, наверное, поменьше все-таки людей, чем и в Сочах, и в Краснодаре. И мы решили на природу посмотреть. У вас тут красиво очень. Мы обслуживаем курортные места и Республики Алтай, и Алтайского края, также Белокурика. Конечно, пассажирам удобнее добираться не через Новосибирск, не через Барнаулу, а, конечно, через горно Алтайское. Поэтому рейсы открываются, новые направления, новые авиакомпании. Надеюсь, и эта авиакомпания приживется здесь, да, потому что загрузка на первом рейсе более чем хорошая. Первый самолет и сразу 140 туристов при максимальной загрузке в 190. Больше половины туристов первой волны сразу купили пакетные туры по Алтаю, в том числе в Белокури, Хунааю и в Бирюзовую Катунь, базируясь главным образом в соседнем горном. Если говорить про загруженность баз горного Алтая в настоящий момент, то на выходные, я думаю, что она близка к 120%, а среди недели, ну, большинство бутеркомплексов могут похвастаться великолепной загрузкой. Некуда даже поставить палатку, не говоря уже о том, чтобы найти свободный номер, особенно номера с крупством. Самое крутое, наверное, это сплав, Игуменский, Шабаш, по Средней Катуне был сплав. Очень классно, все в восторге были, на конях катались по горам. Вот самое, наверное, сильное, я запомнил, я запомнил, я запомнил, я запомнил, я запомнил. По опыту прошлых лет, многие туристы, побывавшие на Алтае, возвращаются сюда вновь. Красоты гор этим летом предпочитают и туристы из Алтайского края, это ближе. Но в тройке популярных для отдыха мест для наших жителей по-прежнему моря, Краснодарский край и Крым. По крайней мере, пока границы страны закрыты. Нариды Миллер, Николай Шилко, День с толком.